МАГАДАНСКОМ ТЕЛЕКАНАЛЕ Региональный оператор «Магаданский» на грани банкротства. Убытки более 60 миллионов рублей. Светило солнце. Это признак удачи. Сегодня утром в Нагаевской бухте на воду спустили поисково-спасательный катер Магаданского пожарно-спасательного центра. Отопительный сезон в Магадане продолжится предположительно до середины июня. В городе ежедневно мониторят среднесуточную температуру. Сейчас она составляет 6 градусов тепла. Ждут 8 градусов в течение 5 дней. Такой установлен норматив во всех регионах страны. Об этом на еженедельном брифинге рассказал мэр города Юрий Гришан. Мы еще и не думаем о том, чтобы закрывать наши котельные, отключать, потому что температура воздуха всего два дня была такая обнадеживающая, но сейчас все опять пошло в минус. Вчера у нас выпал на снежной долине в снежном снег лежит на сопках. Поэтому как минимум до 1 июня мы вообще не думаем даже о том, чтобы отключаться. За лето на время отключения отопления в домах в Магадане предстоит выполнить значительный объем работ. Более 4 километров водовода будут делать по улице Речной. Это обеспечит надежность водоснабжения. Кроме того, водоканал намерен заменить еще 4 километра трубопровода. Работы будут проводить совместно с теплосетью. Региональный оператор Магаданский на грани банкротства. Об этом говорили на заседании комиссии по вопросам градостроительства ЖКХ и экологии. В адрес депутатов Магаданской городской думы поступило обращение по вопросу фиетического состояния компании. Убытки по итогам 2019 года составили более 63 миллионов рублей. Мы этим вопросом будем заниматься и будем в том числе взаимодействовать с Министерством природных ресурсов Магаданской области для выработки готовых конкретных решений, для того, чтобы деятельность регионального оператора была эффективной и в том числе с точки зрения финансовой обеспеченной. На комиссии рассмотрели ответ регионального министерства строительства ЖКХ и энергетики на предложение городских депутатов о строительстве нового жилья в Уптаре. С вопросом планируют обратиться повторно, так как положительного ответа на него не получили. Расселению в Уптаре подлежат 10 многоквартирных домов, признанных аварийными в 2018 году. В благоустроенном жилье нуждается 169 человек. Юрий Гришан поздравил бизнесменов города с Днем предпринимателя. Городоначальник поблагодарил руководителей предприятий за вклад в социально-экономическое развитие столицы Колымы и вручил памятные подарки. Сегодня слова поздравлений принимал Александр Крамаренко, депутат городской думы и директор предприятия «Магадан Авто». Уже более 15 лет под его руководством компания осуществляет пассажирские перевозки в регионе. Работает у нас около 100 человек сейчас. В парке у нас 50 с чем-то автобусов, 70 водителей, 30 слесарей, ну, вспомогающих рабочих. На линию сейчас выходит поменьше, где-то 20 автобусов в день. Мы возим всю Магаданскую область и аэропорт Магадан. За счет собственных средств предприятия не так давно автобусный парк «Магадан Авто» пополнился пятью новыми автобусами. Среди них два представителя корейского производства и три автобуса марки «Ман». По словам Александра Крамаренко, эта техника комфортабельна, а также рассчитана на продолжительное время работы. В этот день Юрий Гришан поздравил коллектив ООО «Региональные энергетические сети». Эта организация оказывает услуги по передаче электроэнергии по всей Магаданской области. Главная задача компании – создать максимально благоприятные условия для бесперебойного электроснабжения потребителей. Мы занимаемся передачей распределения электроэнергии, обеспечиваем надежное электроснабжение электроэнергии жителей нашей области, предприятий. Работаем в настоящее время в девяти населенных пунктах Магаданской области. В Магадане мы представлены в микрорайоне «Сокол», работаем с 2015 года. Активно ведем восстановление муниципального электростевого хозяйства. Будем дальше работать на то, чтобы жители и юридические лица, работающие на тех территориях, где мы представлены, получали бесперебойное электроснабжение. Помимо контроля за основной деятельностью компании, Владислав Шадрин является президентом Магаданской федерации волейбола. Регулярно оказывает помощь образовательным учреждениям, спортивным командам города и области. Финансирует турниры и содействует в приобретении спортивного инвентаря. Кроме того, на базе организации созданы две волейбольные команды – мужская и женская, которые неоднократно становились чемпионами областных соревнований и других турниров на территории региона. Так как 26 мая в 2020 году выпадает на вторник, всем бизнесменам придется работать в привычном ритме. Дата праздника выбрана не случайно. Дело в том, что 26 мая началась официальная жизнь предпринимательства в России, а точнее в СССР. В этот день, 34 года назад, был подписан закон о кооперации, что стало толчком для развития новой сферы в экономике страны. Спасатели запустили в небо дроны. Сотрудники главного управления МЧС по Магаданской области ищут нарушителей особого противопожарного режима, который действует в городе с 16 мая. На такой шаг спасатели подтолкнули многочисленные поджоги. По данным МЧС, в мае в областном центре зарегистрировали десятки ландшафтных пожаров. В большинстве случаев они возникали из-за неосторожного обращения с огнем на пикниках и в огородах. Погорячились. Благо мы вовремя оказались. В прошлом году из-за неосторожного обращения с огнем на улицах Железнодорожная и Брусничная сгорело 15 домов. Этой весной сотрудники МЧС ежедневно патрулируют дачи, частный сектор, места отдыха и дворовые площадки. Сверху дроны обнаруживают даже самые мелкие очаги возгорания и отдыхающих в лесу. А если заразы загорятся? А потом родители не смогут или что-то поджогам в вашей ринге. Тем более ты не очистил место сжигания. Сейчас ветреная погода. Камера летающего инспектора поднимается на высоту до 1000 метров и помогает обнаружить более 10 поджогов за день. Фото и видео с дронов служат доказательной базой при составлении протоколов об административных правонарушениях. Уже не первый год у нас на вооружении имеются беспилотные летательные аппараты, которые очень помогают нам в своевременном обнаружении и фото-видео фиксации самих нарушений. Так как многие при выявлении административных правонарушений начинают отказываться от своих действий, что они этого не совершали и перекладывать вину на других. Но благодаря таким способам обнаружения и фиксации этих нарушений нарушителям не удается уйти от ответственности. Если подпалить траву во время противопожарного режима, то можно получить предупреждение либо штраф до 400 тысяч рублей. В Магаданской области открылась единственная в регионе паромная переправа через реку Яна. Об этом сообщило региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. Сейчас сооружение работает только днем, так как еще возможно появление льдин, с которыми техника может столкнуться ночью. В среду и четверг, 27 и 28 мая, переправа будет работать с 10 до 14 часов. Затем каждый день открываться на час позже. И так до конца мая. Неизменным останется продолжительность курсирования 4 часа. Летом паром будет переправлять пассажиров и автомобили круглосуточно. При необходимости здесь запустят второе судно. Колымская переправа, расположенная на трассе Магадан-Балаганная Талона, не работала полтора месяца из-за ледовой обстановки. В предстоящем сезоне она закрыта дольше обычного. Весной 2019-го судно «Славянка» запустили 16 мая. Парому предстоит работать до поздней осени. Сегодня утром в Нагаевской бухте на воду спустили поисково-спасательный катер Магаданского пожарно-спасательного центра. Ямаха будет круглосуточно дежурить до конца навигации. Впервые морской спасатель был спущен на воду 15 лет назад. За этот период спасены десятки рыбаков. В прошлом году на нем было найдено и эвакуировано из мест чрезвычайных происшествий 14 человек. Несмотря на то, что в ночь на 26 мая в Магадане шел дождь, на момент спуска катера погода стояла солнечной. Бывалые мореходы говорят, что это признак удачи. Магадан готовится к проведению шестого золотого фестиваля «Старательский фарт». Соревнования по промывке золотоносного песка пройдут 18 июля в зоне отдыха «Горняк». В этом году за главный приз сразятся 60 человек. Победителем станет участник, намывший наибольшее количество золота. Общий призовой фонд – 2 миллиона рублей. На промывку отведено 15 минут. За это время участники смогут промыть золотосодержащий песок в объеме двух 10-литровых ведер. Добыть драгоценные частицы можно только дедовским способом – при помощи промывочного лотка и скребка. Претенденту на участие в соревнованиях необходимо до 1 июля включительно подать заявку и согласие на обработку персональных данных на электронный адрес fartsobaka49gov.ru. В теме сообщения указывается слово «Заявка». Форма будет доступна на сайте 1 июня. В течение месяца конкурсная комиссия рассмотрит заявки на соответствие требованиям и вынесет решение о допуске претендентов к участию. По окончанию основных соревнований для зрителей золотого фестиваля проведут розыгрыш «Счастливый зритель». Среди участников будет проведен жребий. Главный приз – Land Cruiser 200. Двое других счастливчиков получат большие плазменные телевизоры. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карла Маркса, 62. Магазин контрактной автозапчасти реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видеотест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-4050. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров, новых услуг, свежих вакансий и еще масса интересных и нужных объявлений. Только проверенная реклама из первых источников. Добро пожаловать в инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Принимаем заказы на защитные маски от организации города Магадана и области. По желанию заказчика наносим логотипы фирм. Телефон 607-262. Также маски в продаже в магазинах «Магаданские сувениры и футболки» на «Ленина-7» и на рынке «Фрэш» – островок Таиланда. На здоровье делай ставку. Выбирай цветов доставку. Цветы defismagadan.rf. Доставка бесплатна. Цены ниже. Удобный каталог свежайших красивых цветов. Береги себя. Заходи. Цветы defismagadan.rf. Цветы defismagadan.rf. Доставка бесплатна.rf. 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 Без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, днем 4, 7 тепла. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 6-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 69%. Сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем достатку по звонку. Телефон 63 66 92. Субтитры создавал DimaTorzok